Гидрологическая обстановка в Ненецком округе улучшается, однако подтопленными все еще остаются 32 придомовых территории, в том числе 19 домов в Великовисочном и Лабожском. Вода убывает очень медленно, об этом на еженедельной планерке при губернаторе сообщил начальник главного управления МЧС Панао Вадим Мазур. Кроме того, продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации в районе Каратайки. Режим ЧС был введен 9 июня после разлива дизельного топлива с баржи, которая затонула в реке Каратайх во время ледохода. Специалисты аварийно-спасательного центра ликвидировали утечку и локализовали место затопления. Утечка произошла в результате повреждения корпуса, в том числе и ледами. Там было дубило порядка 73 тонн. В настоящее время там работали спасатели. В Ненецком округе устранили течь, ожидают падения воды. Сейчас спасатели решают вопрос по безопасной перекачке топлива и подъему баржи. По оценке Росприроднадзора, в реку попало от 100 до 200 литров топлива. Напомню, затонувшая баржа принадлежит компании «Север Геофизика» из республики Коми. В связи с этим глава региона Игорь Кошин поручил профильному департаменту разработать новый пункт в соглашениях с недропользователями, посвященный экологии. Заказчики все равно должны нести ответственность за деятельность своих подрядчиков. Потому что это по сути, ну, просто разгильдейство, то, что произошло.